за концом надо ухаживать в любом возрасте вот но балуюсь балуюсь я в общем такая баловная девочка ой не могу а там работы идут дверь уже замазали девочки я хочу все-таки решила приготовить одно блюдо которое готовила моя бабушка всем доброе утро мои хорошие утро правда еще очень раннее я рано уснула и опять рано проснулась ну что делать потому что в голове держу какие-то дела которые надо поделать и в этом даже есть какой-то свой плюс во первых я выспаться успела пять с половиной часов поспала и уже хорошо да а во вторых вот есть кое-какие дела которые нужно поделать и для этого прям ночь прекрасное время оказывается суток да как-то тихо вокруг спокойно и хорошо думается все спокойно делается сегодня я собираюсь поехать к дочке сегодня должен приехать рабочий рабочие двое и делать там инсталляцию туалет вот ну и я сегодня хочу приготовить я еду к ней на два дня я сегодня хочу приготовить там первое второе третье и поэтому я сейчас смотрю что из продуктов мне нужно взять что-то у нее есть в основном но кое-что я хочу еще и отвезти во первых у меня много ягод в морозилке для компота я столько компота за зиму не перепью вот поэтому я немножечко туда и не отвезут этих для ягод для компота ну и там еще посмотрю там что может быть там свеколки не хватает или может капуста там она не купила спрошу не что еще довести поэтому сейчас пока сижу список набрасываю на список как обычно у меня всегда списки под руками знаете что нужно спросить у нее есть или нету то что-то я знаю точно есть и что-то я неуверенно сомневаюсь тем временем у меня сейчас скачается там видео я уже хочу подготовить этом за выходные за эти я хочу там видео еще одно смонтировать ну а сейчас я хочу умыться нанести масочку пока дома спокойненько сделать уход поэтому пойду пока умой буду пока с вами болтать и тем временем масочку нанесу девочки я так умылась немножко но крем ночной смыла волосы подобрала и вот это вот средство это гарнир ультра три в одном это знаете вернее это не хотела сказать это как гарнир три в одном только это не гарнир это faberlic ультра вот это вот средство три в одном также гель скраб маска но она на самом деле такое же точно как и я не знаю разницы нету также белая глина наносится его можно как для умывания применять также как скраба скрабировать и также как масочку оставить на там 15-20 минут как подсыхает и смываю ну вообще на самом деле я периодически вот это средство применяю сразу как три него нанесу я им поскрабируем и потом еще оставлю лицу беленькая становится такое хорошенькая не вообще масок всяких разных много я их периодически чередую то одно то другое вот такая красота уже рисовывается девочки последнее время просыпаюсь я очень рано но это потому что вот знаете когда куча дел и вот ночью просыпается человек там раз там водички попить туалет сходить и ложится и спит дальше у меня тоже такое когда вообще делом таких нет ничего бывает такое но еще зависит от климатических условий там переменности погоды ветер там полнолуние или что тоже бессонница дает ну последнее время не знаю правда полнолуние тоже недавно видела луну хоть и жалюзи закрывают луну теперь она в глаза мне не светит а то я от этого тоже просыпалась ну и тем не менее все равно просыпаюсь но мне как вы знаете это когда никуда не надо идти мне это все никак не парит вообще особо особо не парит иногда парит как красавица да вот но теперь сейчас немножечко по скрабирую чуть-чуть и оставлю чтобы она засохла засохнет но подсохнет чуть-чуть как масочка полежит на лице и тогда я ее смою личико чистенькая такое светленькая становится анатонная раз я косметикой не люблю пользоваться даже тоналку не люблю честно говоря намазывать редко и когда когда крашусь подкрашивать хотя бы вот это за лицом надо ухаживать любом возрасте ну вот и все теперь я подержу 15-20 минут и потом с моем и вернусь к вам ну вот и все я масочку смыла нанесла крем все поухаживала за лицом мне кажется прям светлее стало да может быть мне так кажется вот мы все девочки продолжаю пить кофе еще пока что и у меня там уже видео подготовилась для того чтобы его начинать монтировать у меня еще время есть и я думаю что и сейчас наверное этим займусь пока потому что в принципе уже все подготовила и осталось не только собрать кучу все и ехать дочки вот девочки брежет рассвет можно сказать сейчас 6 часов утра еще видны огни батайска но уже начинает расцветать на улице витрюганище сколько там 10 градусов или 11 вот так вот я сижу монтирую видео девочки я уже смонтировала видео пока видео выводится я решила позавтракать уже пора проголодалась я овсянка у меня на завтрак вообще овсянку я теперь ем уже не каждый день но иногда там в мюсли ем иногда даже бывает что-нибудь другое было запеканка запеканку ела на завтрак вот но вы знаете вот когда я ем овсянку у меня уже настолько вот выработалась привычка я вспоминаю что нужно туда аквадетрим капнуть три капельки 3-4 капаю и вот тогда я вспоминаю когда я овсянку не ем я про аквадетрим забываю вот но нужно вообще его пить постоянно и каждый день этот аквадетрим витамин d3 он просто очень нужен а еще и сейчас посмотрела обычная после завтрака чтобы с утра пока не забыла я же пью вот это очищение я вам уже говорила фаберлик и у меня осталось сейчас там последняя порция сегодня допиваю и на следующий на второй этап у меня есть вот это ускорение метаболизм и блок калорий вот я сделала два но я так решила что наверное в первую очередь нужно пропить метаболизм чтобы ускорить метаболизм чтобы это все происходило лучше а блок калорий уже я буду пить уже после того как пропью вот эти вот мы потом останется у меня третий этап там контроль называется но помимо этого я еще продолжаю пить омега-369 вот это вот тоже фаберликовская продукция вот по крайней мере если я не всегда соблюдаю диету ну уж по крайней мере вот это пропиваю хоть как-то где-то какими-то такими знаете легкими можно считать способами я пытаюсь как-то удержать вес на месте хотя бы чтобы не рос вес у меня потому что я конечно люблю жареное есть люблю жирное есть сладенькое я иногда пытаюсь от сладенького отказаться ну вот не ем там неделю даже как-то вот две недели не ела просто игнорировала пироженки не покупала ничего девочки ну вот какая-то начинается депрессуга я не могу с ней никак справиться и что-то такое вот раз и потом опять сладенькое ну по крайней мере сейчас не каждый день ем мороженки пироженки иногда ем но не каждый день а то что ела одно время вообще каждый день но стараюсь как-то стараюсь по мере возможности где-то как-то пропустить вот это дело но пока без этого никак не могу я не знаю для этого должны должны знаете знаете звезды сойтись наверно чтобы взяться за это дело очень серьезно и плотно просто сколько раз я уже худеть убралась если у меня слабая мотивация то все-таки потом впадаю в какую-то депрессию мне не хватает вот сладкого там для настроения не хватает для сил для энергии вот прямо на эти прям мясо взять пожарить вот эти обивные там или что-то такое вот но балу балусь и в общем такая баловная девочка мой не могу ночью честно зато призналась вот ну все девочки сейчас поем кашку выпью свои пилюльки еще кофе попью и буду потихоньку уже собираться кое-какие продукты надо там взять хочу все-таки сварить борща думала сварить здесь а потом думаю сварю и там мы там пока буду два дня я буду есть и дочка будет есть а может еще воскресенье и сын туда подъедет в общем короче говоря семью все туда в семью девочки я уже у дочки тут идут работы она с дынькой поехали там деньги погулять я осталась тут на хозяйстве там у нас рабочие работают делает туалет инсталляцию но я готовлю борщик это же все нарезала и жарка уже готова у меня уже картошка тут мясом варится в общем скоро закончу борщ что-то девочки сегодня опять по моему пыльная буря я смотрю горизонта не видно все в дымке и солнце где-то там в дымке в какой-то в общем короче говоря опять у нас ветер и пыль наверно поднял этот ветер а там работы идут дверь уже замазали там еще в туалете работают работают всем доброе утро девочки день следующий я решила котлетки вот эти пожарить которые я покупала ваш корек называется посмотрим что они представляют я вам уже показывала вот эти котлеты по домашнему ну лошкарек но вроде бы хороший состав там 6 штук в общем их замороженные нужно положить на сковороду обжарить двух сторон и потом закрыть крышкой 3-5 минут еще немножко на медленном огне дожарить до пары вот я взяла 4 штучки и сейчас я их пожарю потом хочу попробовать очень хорошие они или нет ну вот так вот выглядят вот эти котлетки жареные выглядят они симпатично аппетитно я хочу попробовать как она на вкус эта котлета стоит брать не стоит дать следующий раз нежно довольно-таки вкусная девочки даже ребенок может поесть такая нежная котлетка да стоит брать я бы я бы брала мне понравилось капец девочки вообще смотрите горизонта не видно солнце тоже в запыльной горе спряталась ну вот у нас ветра у нас ветра и очень давно не было дождя в ростове вообще очень просто кошмар домов он там не видно за деревьями опять плюка летит но и опять на хозяйстве осталась дочка с дынечкой отправились опять там куда-то погулять чтобы дома не сидеть у нас работы продолжаются второй день в общем я тут смотрю сериальчики выбираю чтобы посмотреть всем доброе утро мои хорошие я уже дома приехала домой ненадолго буквально на один-два дня пока рабочие взяли выходные я решила тоже отдохнуть вот приехала домой надо приготовить покушать девочки я хочу все таки решила приготовить одно блюдо которое готовила моя бабушка это блюдо она вообще-то армянская но честно говоря я в интернете этого блюда не нашла но мои родственники моя бабушка называли это мысыха вот я набирала мысыха такого блюда не нашла мусофа есть там по-другому готовится даже выбирала вот блюдо из баклажан тоже вот такого блюда именно прям так приготовленного тоже не не видела не нашла так что я не знаю это блюдо оно у нас передавалось от родственников к родственникам от родных и так же оно передалось мне от бабушки и мама готовила я готовилась сестра готовит и мы это блюдо очень любим я это блюдо просто переначала уже давно его готовлю по-другому более диетически потому что жирновато но получается для меня но очень вкусно и сегодня я решила приготовить его именно так как готовила бабушка у меня есть фарш фарш у меня свой вообще лучше готовить из своего фарша потому что но все таки магазины которые покупаете он немного другой имеет вкус и все но обычно я беру пополам свинина с говядиной перемалываю и с луком все это перемалываю получается очень хороший фарш и для этого нам нужны будут в общем-то баклажаны и помидоры болгарский перец зелень немножко растительного масла вот и все ингредиенты и вот что-то мне захотелось прям заскучала за этим блюдом сестре как-то недавно позвонила она говорит я массаха готовлю и я вспомнила что думаю надо как-то тоже вот приготовить вместе с вами показывать показать вам как это вообще оно готовится но прежде чем мы начнем готовить это блюдо хочу вам сказать вот почему я у дочки там не снимаю вам особо так вот немножко мельком показала такую интригу что рабочие работает и не показала что они там делают потому что там все это подробности рассказывает показывает моя дочка но чтобы не красть впечатление я это не снимаю у нее видео выходят позже у меня раньше поэтому чтобы была интрига вот но мне нравится уже что там вырисовывается в туалете уже получается очень интересно получается очень как-то так знаете аккуратно будет туалетик цивильники но всю эту красоту она вам покажет вы посмотрите я сама с удовольствием то видео посмотрю где она будет это снимать в общем самые грязные работы они уже сделали осталось там плиточку положить и установить вот вот это вот что там нужно все по закрепить по установить но все равно там как минимум на две ровно два дня на два-три дня еще работы осталось но давайте приступим все-таки готовки ну вот девочки у меня есть всего два баклажана болгарский перчик пару помидорчиков и вот такое количество фарша вообще для того для такого количества фарша можно было бы добавить еще один баклажанчик но у меня только два и я буду делать столько сколько есть ну а много фарша я в принципе мясо люблю мясо как говорится не испортит блюдо вот но и зелени немножечко в конце надо будет добавить первым делом нужно обжарить фарш немножко обжарить фарш на сковороду я добавлю чуть-чуть масла немножечко потому что будут еще обжариваться баклажаны и чтобы не было слишком жирным но чтобы смазать сковородку масло чуть-чуть добавить нужно чтобы не прилипало у нас мясо отправляю сюда фарш и фарш буду помешивать если будет как бы слишком суховато прилипать будет лучше чуть-чуть капнуть водички для начала на медленном огне чуть-чуть обжарим чтобы мясо все закрылось вот я чуть-чуть водички добавлю она потом просто испарится обычная водичку немножко добавляю если я добавляю мало масла то тогда немножко воды все ножи кипит и нужно просто его переворачивать для того чтобы она равномерно все чуть-чуть обжарилась ну и также на этой стадии нужно немножко посолить и чуть-чуть поперчить чтобы у нас фарш уже был готов как положено чуть-чуть присолим немножко перца вот у нас уже мясо все закрылось я разбиваю крупные кусочки чтобы не было крупных кусков и вот когда водичка тут уже испарится будет фарш уже готов тогда мы приступим к баклажанам в общем пока водичка выкипает можно баклажаны пока порезать порезать нужно их кружочками примерно сантиметр примерно вот такой толщины по сантиметр ну вот у меня сколько получилось баклажан к сожалению баклажаны осенью они всегда вот семечками но от этого никуда не деться когда баклажаны молодые тогда конечно лучше семечек нет но и ничего страшного я значит это все присолю сейчас не перемешаю руками они уже были присоединяем вот так перемешаем ну все вот здесь водичка у нас уже вся испарилась и уже можно выключить это называется до полу готовности беру я фарш пока переложила в отдельную мисочку потому что я буду готовить на той же самой сковороде и теперь будем обжаривать баклажаны и опять добавим масло на сковороду ну все вот эти вот баклажанчики то что мы присолили больше ничего с ними делать не надо просто обжариваем теперь с двух сторон чтобы они так подрумянились чуть-чуть я вот подлила еще немного масла и масло воспитывается баклажаны очень много берут себя масло поэтому это блюдо получается жирным но я его давно уже переиначила совсем по-другому готовлю я не обжариваем фарш заранее и не обжариваю баклажаны где просто все это вместе сушу и получается она более диетическим но правда немножечко вкус отличается от оригинального но сейчас я все-таки решила приготовить оригинальные помимо того что они должны подрумяниться они должны немножко еще смягчиться быть помягче уже до полуготовности так что я сейчас переворачиваю потом буду переворачивать но сковорода так как у меня неравномерно поджаривает поэтому придется мне смотреть чтобы тут ничего не подгорело у меня вот этот центр больше горит из-за этого я решила поменять печку индукционную на обычную ну вот некоторые уже стали мягче вот они легко прокалываются подрумянились с двух сторон я подготовила заранее тарелочку и буду выкладывать то что уже готово и сюда подкладывать свежие в общем пока не поджарю все это тоже уже готов ну вот я обжарила все вот эти вот баклажанчики они уже мягкие стали то есть они практически готовы у нас вот это все уже готово сейчас нужно будет все это перекладывать слоями слой баклажан слой фарша в кастрюльку но я лично решила приготовить это в мультиварке потому что у меня режим тушь сушение в мультиварке получается гораздо лучше чем на плите на этой поэтому вот так вот я в один слой выкладываю баклажанчики вот выложили чуть-чуть сюда присыпем фарша мне одной рукой приходится делать неудобно и равномерно этот фаршик распределим так ложечкой закрыли сверху опять слой баклажан и так слоями все это нужно будет переложить вот так ну вот переложила я все это слоями девочки но можно было бы это все сделать и больше и мясо больше но особенно баклажана больше но так как я одна я делаю чуть-чуть при том что я делаю из того что у меня было количество вот вы уже когда приготовите один раз это блюдо уже будете знать чего вам больше хочется чтобы было больше мяса или больше синеньких баклажан вот но и я уже нарезала помидорчик болгарский перчик и вот это все тоже сейчас туда сверху насыплю тоже так можно можно так слоями насыпать добавить нужно немножко туда воды чтобы она чуть-чуть вот только появилась прикрывала чтобы у нас это все в горячей воде кипело достаточно мы все сейчас она будет тушиться вот пока не приготовиться собственно говоря болгарский перец и помидоры и потом уже я тогда в конце закину зелень добавлять сюда соль и перец или не добавлять это уже смотрите по вкусу потому что мы солили и фарш и синенький и также фарш перчили так что смотрите и также лавровый лист тоже по желанию девочки прошло уже 15 минут я уже приготовила зелень лавровый лист честно говоря лавровый лист я не помню туда вложили или нет но я его везде кладу поэтому sky будет он не помешает так вот раз и все так ну я думаю что тут уже как раз все готово почти и уже сейчас закину зелень ничего не мешая не перемешиваем и дадим еще зелени поготовится минут пять и можно будет выключить чтобы настоялось дать время тоже минут десять-пятнадцать потом только есть чем дольше настоится тем вкуснее будет конечно зелень сейчас туда так вот сделаем чтобы она тоже потушилась все красиво пахнет вкусно вообще обалденное блюдо ну наконец-то все готово все положила тарелочку сейчас немножко остынет и будем пробовать девочки вы девочки как пахнет вкусно я не могу я уже прям не могу и хочу попробовать скорее мне не терпится но она уже почти остыла но еще не остыла мы будем дуть напоминает детство короче вкуснятина соли нормально соли я не добавляла больше мне этого достаточно в общем сейчас буду кушать да вспомнила можно сказать детство я вообще это блюдо готовила как-то по молодости но потом что-то и вот начала переделать 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 и уже сделала вообще диетическим практически без масла даже какое-то время я вообще была прям на диете и и я мясо тушила допустим в мультиварке там отдельно потушу его даже без добавления масла просто чуть-чуть с водичкой а потом добавляла сырые овощи добавляла водичку и в общем все это на режиме тушения делала получалось оно да диетическим но вкус немного другой конечно если приготовить его по всем правилам как положено то это будет более сытнее блюдо и более вкуснее конечно же но все девочки пора обедать буду кушать видео хочу свое на этом закончить потому что я сегодня ничего не собираюсь дальше снимать завтра мне хотелось бы отдохнуть столько времени сколько у меня будет этого времени свободного и надо же еще видео это смонтировать а потом уже нужно будет опять бежать дочки и находиться там с рабочими пока они будут доделывать всю эту свою работу а а дочку с ребенком нужно будет выпустить погулять для того чтобы ребенок конечно и не дышал пылью ну и не мешался там просто там же вот эта грязь в общем ладно короче говоря девочки я с вами прощаюсь но ненадолго кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто не подписан и до новых встреч пока 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 пока